всем привет дорогие друзья и подписчики а также гости моего кулинарного канала где я делюсь проверенными рецептами вкусных блюд в этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления красивого ароматного а главное вкусного пирога с творогом и маком такой пирог порадует всех ваших родных и близких за чаепитием рецепт приготовления смотрите далее желаю вам приятного просмотра так для начала я заливаю мак 150 грамм крутым кипятком заливаю и оставляю его на 20 минут кипяток прям должен быть крутым вот только вода закипела и сразу заливать мак все оставляю теперь на 20 минут теперь я приступаю к приготовлению песочного теста беру глубокую миску всыпаю сюда 75 грамм сахара сахару добавляю одно куриное яйцо перемешиваю все венчиком сахар с яйцом и добавляю сюда уже заранее растопленное сливочное масло 150 грамм тоже перемешиваю все так теперь беру 330 грамм пшеничной муки добавляю в муку разрыхлитель полную чайную ложку и половину и теперь через сито просеиваю муку свою смесь из яйца сахара и сливочного масла муку просеял и теперь нужно мне замесить тесто сначала перемешиваю ложкой чтобы загустилась когда уже образовались комочки начинаю месить рукой месить до тех пор пока вся мука не заберется в один шар тесто я замесил и сразу беру заранее подготовленную форму которую я застелил пергаментной бумагой и смазал сливочным маслом дно и борта теперь перекладываю сюда форму тесто и распределяю вот так чтобы оно заняло все дно и также сделать борта из этого теста у меня форма 26 сантиметров в диаметре количество этого теста должно вполне хватить чтобы получилась хорошая форма для пирога хорошо придавливаю тесто чтобы хватило еще для бортов все тесто я распределил смотрите борта сделал не высокие но при этом они должны быть тонкие нужно чтобы здесь большой было объем тесто все теперь это тесто я убираю холодильник пока я буду готовить начинку для пирога для начинки я беру 850 грамм творога жирностью 5 процентов сюда мне нужно вбить 4 куриных яйца после того как я вбил яйца теперь я пробиваю их блендером пробивать нужно так чтобы все перемешалось превратилась в однородную массу теперь творожной массе я добавляю 200 грамм сахара 9 грамм ванильного сахара 3 столовые ложки кукурузного крахмала и теперь всю начинку перемешиваю просто ложкой пока отставляю в сторону теперь мне нужно с мака слить воду через сито все воду эту выливаю она мне не нужна и в мак теперь добавляю треть своей начинки от общей массы перемешиваю теперь мак с этим творогом так отставляю в сторону и иду за тестом теперь буду выкладывать начинку на тесто буду делать таким образом беру 2 столовые ложки просто творога творожной начинки кладу в центр и одну столовую ложку начинки с маком в общем вы поняли да и так повторяю пока не закончится обе начинки в результате чередования творожная начинка у меня закончилась но осталась маковая и я выливаю теперь ее также в центр все оставшуюся в принципе если хотите можете чередовать не две столовые ложки белой начинки а по одной столовую ложку белой начинки столовую ложку начинки с маком и теперь убираю запекаться этот пирог в духовку предварительно разогретую до 170 градусов на 60 минут итак мой пирог готов времени понадобилось мне не 60 минут а понадобилось полтора часа объясню почему потому что вообще на рецепт идет 750 грамм творога и 3 яйца у меня было всего 850 грамм но я думал если вот я 750 грамм что я буду делать с оставшимися то граммами творога я и весь творог использовал ну и думаю пользую тогда 4 яйца раз больше творога но думал по времени также 60 минут хватит вот например если бы я взял 750 грамм творога и 3 яйца то 60 минут мне бы хватило но я взял всего лишь на 100 грамм больше творога и одно яйцо и в результате мне потребовалось дополнительно еще полчаса ну и через полтора часа он уже пропекся потому что через час была еще серединка здесь влажная а сейчас вот она уже твердая в общем теперь мне нужно полностью чтобы пирог остыл это минимум как два часа займет я даже не буду ни с формой вынимать ничего вот так формы пусть и остывает а потом уже буду вынимать и показывать вам ну что два часа прошло я теперь убираю форму точнее вынимаю пирог из формы режу кусочек покажу вам как он будет выглядеть внутри небольшое 3 ну вот собственно говоря так он выглядит красивый рисунок получается из-за того что ложил начинку я чередовал белую с маковой в общем получается очень вкусный такой пирог ароматный понравится всем вашим близким друзьям в общем все всем кто будет за вашим столом ну а на этом я с вами прощаюсь благодарю всех кто посмотрел это видео до конца не забывайте под этим видео нажимать палец вверх новенькие не забывайте подписаться и нажать на колокольчик чтобы не пропускать мои новые видео желаю вам всего доброго чтобы не пропускать мои видео до конца Субтитры создавал DimaTorzok